Всем привет! С вами Ирина. Давно я не показывала вам свою драгоценную орхидейскую. Также уже задают вопросы, как она себя чувствует вот в этом вот стеклянном кашпо. Есть ли какие-то изменения, потому что она такая маленькая. Я ее посадила в такой вот большой горшок, столько много мха, ну и много-много разных вопросов. Ребят, чувствует она себя хорошо. Вот у нас есть молодые ростики, молодые такие вот листики. Три у нас ростика. Вот есть один рост, второй и вот здесь вот у нас уже есть третий. Вот листики у нас разровнялись, потому что влага все-таки многое значит для растения. Когда она у меня не была посажена сюда в это кашпо, листики у нас были скрученные. Я думаю, что вы помните об этом. Я вам ставлю сюда вот этот плейлист, именно вот сюда сверху, про эту орхидейку Питола. Вот для того, чтобы вы посмотрели, какие были листики и какие они у нас сейчас. Листики у нас распрямились. Вот она очень красиво, ребят, смотрится на солнышке, безумно красиво. Единственное, конечно, что мне не очень нравится, потому что она посажена в это кашпо, она у меня начала расти в сторонку. И когда я опрыскиваю, конечно же, вот эти опрыскивания, вы видите, что происходит на стенках. И мне не очень удобно и не очень хочется постоянно дергать растения для того, чтобы там все повытирать. Это постоянно нужно ее в сторонку, вот рука толком не проходит там полностью, поэтому есть вот такие вот нюансы немножко в уходе. Как бы что оно эстетически не очень хорошо выглядит в плане того, что вот я опрыскиваю и вот такое вот, вы видите, что остается на стенках. Я уже думала, что нужно будет как-то аккуратненько это все повытирать и попробовать без опрыскивания, попробовать только поливать. То есть немножечко наливать водичку для того, чтобы она постоянно была чуть-чуть на дне, чтобы поддерживать влажность мха, чтобы мок был постоянно слегка влажный. Но дело в том, что даже если вода у нас будет немножко снизу, поверхность, поверхность самого мха, она достаточно быстро просыхает. Поэтому, ребят, здесь вот такой вот получается нюанс, что как бы пробовала я уже не опрыскивать, но получается, что засовываю руку в это кашпо, пробую мох, а мох сверху сухой. Когда он сухой, он, соответственно, становится такой твердый, жесткий прям, поэтому в любом случае приходится немножко опрыскивать. Но я думаю, что эта вся проблема немножко уйдет с тех пор, когда это растение разрастется. Вот когда у нас вот эти молодые ростики будут такие же самые, вот большие, тогда можно будет просто немножко наливать воду. И само растение, когда будет достаточно высокое, оно как бы будет, как вам правильно объяснить, оно займет вот эту вот верхнюю сейчас, которая свободная площадь, да, оно займет листиками, и влага не так быстро будет испаряться. Поэтому, в принципе, идея как бы мне очень нравится, я хочу ее довести до конца, вот, и хочу посмотреть, сравнить, как оно вот сейчас, да, вот в уходе. Вот я вам объяснила, уже рассказала нюансы, которые вот у меня есть, с которыми я столкнулась, что поверхность мха немножко подсыхает. И когда наши молодые росты подрастут, вот мне тоже будет очень интересно посмотреть, будет ли все-таки настолько быстро просыхать поверхность мха, или же все-таки она будет оставаться немножко влажной. А вот, дальше, говорю, нужно будет смотреть за этим всем, и, возможно, немножко уменьшить количество самого мха. Но, опять же, если очень мало мха, тоже не очень хорошо, потому что, ну, корням тоже нужно будет где-то расти. Тем более, вы видите, что у нас уже три роста. Вот, пока растение маленькое, да, у него очень мало будет корней. Но, как бы, растение будет разрастаться, корешков будет больше, поэтому я сразу посадила в такое стеклянное кашпо, и пусть себе растение растет и укореняется. Вот, а дальше потом будем уже исходить из ситуации и думать, что делать дальше. Ну, пока что нам есть куда еще расти. И я думаю, что минимум год мы будем расти, растить сами вот эти вот ростики. И тогда уже спустя год, когда мы подрастим такие вот росты, вот тогда уже можно будет смотреть и думать, что же делать дальше. Возможно, мы пересадим это растение, но уже будем смотреть по ситуации. Вот, так что, вот так вот выглядит на сегодняшний момент моя драгоценная орхидеюшка. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok